Донбасс 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 Президент Петр Порошенко договорился о выводе из окружения бойцов батальона Донбасса и других военнослужащих, находящихся под Иловайском. Уже сформированы колонны определенных и согласованных маршрут. В точке выхода бойцов ждут украинские военные. Вскоре будут обнародованы списки тех, кто вышел из окружения, сообщает пресс-служба батальона Донбасс. Комбат батальона Семен Семенченко уже выехал к ним. Также ожидается, что в течение нескольких дней всех сдавшихся в плен бойцов, а также раненых, находящихся в плену, обменяют на российских десантников в Харькове. С начала проведения антитеррористической операции погибло 765 украинских военных. 11 пропали без вести. 2765 военных ранены, сообщает СНБО. Еще один парад позора устроили террористы в Сенежном Донецкой области. На улице города вывели два десятка пленных украинских солдат в наручниках. Ради провокации боевики сказали местным жителям, что эти военные обстреливали их дома. Обманутые люди набросились на связанных с обвинениями. Одна из женщин избила пленного бойца. После издевательств террористы отправили военнопленных убирать улицы города. Бойцы выглядят усталыми и измотанными. Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена оскалацией конфликта на востоке Украины. Уже на следующей неделе глава организации Анна Брасер встретится со спикером Госдумы Российской Федерации Сергеем Нарышкиным. В повестке дня встречи, в том числе и вопросы, связанные с развитием ситуации в Украине, включая известие о прямом вовлечении российских вооруженных сил, заявила Брасер. Ситуацию в восточных областях Украины глава ПАСЭ также намерена обсудить с председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым. Нарушение России, украинской границы и военное вмешательство приводят к тому, что ситуация в Украине выходит из-под контроля. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштейнмайер на встрече глав МИД государств-членов Евросоюза в Милане. По словам дипломата, опасная ситуация на востоке Украины принимает новые масштабы. Если ЕС хочет предотвратить прямое военное противостояние между Россией и Украиной, этому нужно положить конец и усадить Киев и Москву за стол переговоров. Все надежды у нас были на прямые переговоры между президентом Порошенко и президентом Путиным. Они должны были способствовать деэскалации ситуации. Увы, этого не случилось. Наоборот, мы видим активизацию нарушений на границе. Ситуация выходит из-под контроля. Это нужно остановить, если мы хотим избежать прямого военного противостояния между украинскими и российскими военными. Военное решение не вариант. И именно поэтому нужны прямые переговоры между Киевом и Москвой. Конечно, все это имеет смысл, только если Россия играет с открытыми картами. Страны ЕС понимают всю сложность ситуации в Украине. Лидеры объединения знают, агрессию России нужно остановить и на территории Украины, иначе она пойдет в Европу, отмечает председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря. По третьей статье резолюции ООН, два из семи критерий в определении агрессии соответствуют ситуации, которая сложилась в Украине, подчеркнул политик. Парламент Грузии начал разработку резолюции по ситуации в Украине. Документ будет рассмотрен депутатами во время осенней сессии. По словам председателя парламентского комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктора Долидзе, Резолюция содержит решительную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. МВФ одобрил в выделении Украине миллиарда 390 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. После получения этих средств помощь по кредиту составит 4,5 миллиарда долларов. Всего МВФ планирует предоставить 16 миллиардов 670 миллионов для поддержки программок обмена, направленной на восстановление стабильности украинской экономики, возобновление экономического роста и защиту малообеспеченных групп населения. Кроме того, совет директоров фонда решил объединить третий и четвертый транши, чтобы Киев смог получить их в текущем году без изменения общего объема программы. Мы ожидаем поступления денег от второго транша в размере полутора миллионов миллиардов долларов уже 3 сентября. И также мы ожидаем полмиллиарда от Мирового банка тоже в начале сентября. Что тоже я хотела бы отметить, мы с МВФ договорились, что в связи с такими возможными очень узким форексным рынком к нам приедет сейчас специальная миссия МВФ, с которой мы вместе наметили планы по тому, как мы будем действительно выстраивать правильную структуру валютного рынка Украины. Выделение очередного транша, во-первых, положительно повлияет на стабилизацию финансовой ситуации, во-вторых, будет позитивным сигналом, в том числе и для международных инвесторов. Будет очередным фактором стабилизации и подтверждением того, что Украина движется в сторону реформирования даже в военное время. Украинское правительство, Центральный банк понимают и, главное, реализуют четкий план действий, который был согласован с нашими партнерами от международных финансовых организаций. Уже к 3 сентября украинская валюта укрепится на уровне 12,5-13 гривен за доллар. Об этом руководство Национального банка Украины договорилось на совещании с главами 40 крупнейших финучреждений. Укрепление гривни должно быть достигнуто за счет продажи банками на страны валюты. Подробнее об этом далее в сюжете. 12,5 гривен за доллар – не голубая мечта, а уже ближайшее будущее, уверяют в Национальном банке. И это не предел. Наша встреча была действительно очень конструктивной. И мы уже в ближайшие дни достигнем того уровня, который мы согласовали с банками. На сегодняшний день уровень, которому будет двигаться курс, это 12,5. После того, когда мы достигнем этого уровня, мы сможем с вами говорить о чем-то другом. Поэтому для сегодняшний день перед нами стоит такая задача. Задача непростая, но выполнимая, говорят банкиры. Во-первых, НБУ со вторника вводит в действие постановление о уменьшении длинной валютной позиции с 5% до 1%. А это значит, что на межбанк начнет поступать валюта от финучреждений. Предложение вырастет и гривня укрепится. Банки нововведения поддерживают. Банки не имеют такого права формировать длинную позицию объемом, который раньше был возможен. Это означает сформированные объемы банков, и банк вынужден каждый отдельно и все вместе выставить на продажу. Это утолит спрос, который может существовать сезонно, либо на основе тех или иных переживаний. Это решение имеет краткосрочное действие. Однако в НБУ предпринимают и другие шаги. Жесткий мониторинг контрактов, по которым осуществляются сделки на межбанке, в частности их финансовой составляющей. Дополнительный контроль за теми контрактами, по которым платится валюта. Необходимо понимать, за что реально платит клиент, за что реально покупает валюту банк на межбанковском рынке. Это является критическим импортом, это является выводом дивидендов. То есть, какая природа. Мне кажется, это является ключевым моментом. Стабилизацией курса помогло бы и спокойствие населения. Ведь часто гривню лихорадят из-за эмоциональных всплесков. Более того, пропаганда страны-агрессора специально работает для того, чтобы посеять страх среди людей. Панику обещают пресекать быстро. Это паника. Мы привыкли говорить, что это паника населения. Но паника она есть у всех. У населения, у юридических, у физических лиц. Но все паникюры обычно теряют. Поэтому вот такие, может быть, несколько жесткие меры, они нужны для того, чтобы... Это как холодная вода. Как ушат холодной воды на паникюров. Таким же холодным душем для финансового рынка являются административные меры, которые сейчас Нацбанк вынужден применять. При этом приоритеты регулятора неизменны. Гибкий курс и рыночные методы работы. Я хочу уверить вас, что Национальный банк будет продолжать работать рыночными методами. И Национальный банк будет продолжать делать и вербальные, и денежные интервенции. Только мы хотим это все делать, построив правильный институт маркетмейкеров, построив рынок таким образом, чтобы мы могли нивелировать в будущем вообще подобные панические состояния, на которые наш рынок стал очень часто входить на очень незначительных объемах. Участники встречи уверены, в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, и банковский рынок, и все общество должны сплотиться вокруг одной единой задачи – победы на Востоке и стабилизации ситуации в стране. И в таких обстоятельствах не место паники и спекуляциям. Банкиры готовы выступить единым фронтом против всего, что дестабилизирует финансовый рынок Украины. Анна Каменева и Даниил Городецкий, БТБ Спасибо, что вы с БТБ. Оставайтесь с нами далее. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин